МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В составе сборной области поучаствовал в чемпионате милицейского ведомства по стрельбе и стабильного оружия. Били по мишеням из пистолета Макарова и даже автомата Калашникова. На предыдущих подобных состязаниях сборная области стала чемпионом. Также первой она была и в этот раз. Победить ей помогла в том числе меткость майора милиции Владимира Преступы. На огневом рубеже, стреляя из ПМ, он не в первый раз за свою служебную карьеру справился на отлично. Выбил 95 очков из 100 возможных. Владимиру, как представителю команды, был вручен победный кубок. Досталась ему и медаль за первое место в стрельбе. Не отдаем и не забираем победу. На своем поле в минувшее воскресенье волна сводит к ничьей поединок с Петриковским шахтером. До этой встречи дважды подопечные Сергея Ясковича уступали сопернику, хотя и имели значительное преимущество в ударах по воротам. Поначалу проигрываем гостям и в этом матче. Неудача настигает наше ворота на 33-й минуте первого тайма. Три защитника шли на Малкандуева и дали ему пробить в обвод. Через пять минут болельщикам волны вновь приходится огорчиться. Градобуеву мяч досадно попадает в руку. Назначается пенальти и, увы, наш галкипер не смог предугадать направление мяча. 2-0. Все вы видели. Ковалевич наказал. И все же волна находит в себе силы реабилитироваться на своем поле. Правда, происходит это под занавес игры. Данил Ткачик от Рожабуева получает передачу прямо на ногу и мяч попадает точно в угол ворот шахтера. В ходе их-то не случается забить, но удача все же улыбается пенчанам. И происходит это в добавленные пять минут, когда команда играла в меньшинстве. Совсем чуть-чуть волна не дотягивает до голевого преимущества, организовать которое были все шансы. Ну и ничья – это лучше, чем поражение. Следующая возможность побороться за результативные очки представится волне на выезде 2-го октября. Команда, располагающаяся сейчас на четвертом месте в таблице, в Новополонске встретится с Нафтаном. Едва ли не сенсацией стало поражение Стэнелеса на выезде в матче с Невой. Все-таки первое в сезоне поражение. Мяч наша команда разыграла в агрогородке Долбизно. Свидетелями игры на скромном сельском стадионе стало не так уж и много зрителей. Всего полтора десятка человек из числа местных любителей футбола. Но им было суждено порадоваться за свою команду. Дважды она добивается успеха в родных стенах. Забивает Стэнелесу, когда игра перешла за середину второго тайма на 71-й и 78-й минутах. В свою очередь, пенчанам не удается ответить обидчикам их ворот. И приходится отправиться домой с поражением. Где уж тут не огорчится и игрокам Стэнелеса, и его тренерскому штабу. Ведь ехали за победой и тремя очками. Вот что о матче с Невой. В своем телефонном комментарии отметил Виктор Дорошенко. Вместе с тем, считает Виктор Дорошенко, Стэнелесу пока не стоит терять надежды на успешный исход в чемпионате. Во вторник, в 28-го в 11 часов утра будет жеребьевка в Минске, в федерации футбола. И мы узнаем своего соперника в 1-й восьмой финала. То есть сейчас уже со следующих выходных будем играть по кубковой системе на выбивание. 1-й восьмая финала будет из двух игр состоять. Одна в гостях, одна дома. Фанаты Стэнелеса продолжают болеть за свою команду. И как раз сейчас ей очень немаловажна их поддержка. А эту футбольную команду Пинска ожидал успех на своем поле. Участники чемпионата Беларуси 2021-2022, Ю-15, юноши из Валны, Пинск победили гостей из соседнего города. Уступили нашим спортсменам и их коллеги из Лунинецкой с Дюшор. Они всего один раз смогли забить Пинчаном. А вот те наказали соперников четырежды. Мяч вначале заколачивает Глеб Ворон. За ним случается автогол. И два раза отличается в штрафной с Дюшоровцев Артема Аргер. С приподнятым от победы настроением подопечные тренеров Владимира Тельковича и Александра Шевелянчика отправляются в раздевалку. Теперь им предстоит в рамках предварительных игр готовиться к очередному поединку в Иваново. Сообщу, что борьба в чемпионате идет за выход в высшую юношескую лигу. Неудача ожидала Пинчан на шахматном поприще. Наша команда сразилась на турнире в рамках Олимпийских дней молодежи области и не смогла пробиться в призовую тройку. В состязаниях, которые проходили по классическим шахматам, пришлось довольствоваться последним четвертым командным местом. Шанс был бы выйти в призы, не заболея одна из наших сильных спортсменок. В итоге в призовую тройку повезло попасть сборной Бреста, Барановичей и Кобрина. Параллельно проходила борьба в рамках турнира среди более взрослых и опытных шахматистов. Увы, и там Пинчане особо не отличились. Представитель от нашего города Евгений Ермакович завершает соревнование с четвертым результатом. Поквитались пинские ястребы, выиграли вторую встречу с Брестом 2, которому уступили в воскресенье 26 сентября. Тогда счет был 5-6. Забивать ястребы начали только со второго периода и были всего в шаге от ничьей, а то и могли победить. Трижды в команде. В попадании по воротам отличался Данила Галеев. На его счету три шайбы. Во встрече на следующий день с Брестом 2 пинские ястребы в голевом плане тоже достаточно долго сдерживались. Шайбы пошли в третьем периоде и реализуют их сразу в трех случаях. Вначале везет забить Ярославу Смычкову. Александр Барахтин сравнивает счет. Смычков, которого впоследствии назвали лучшим игроком матча, опять помогает догнать брещан, оторвавшихся на шайбу. И вывести пинскую команду к победе удается Максиму Котову. Надеемся, что таких удачных поединков у ястребов будет еще немало. На этой позитивной ноте прощаюсь с вами. До встречи. Крепкого здоровья всем и сильного иммунитета.